Робо-клуб С помощью робо-клуба детей можно обучать с 5 лет, школьников, студентов, основам программирования, робототехники и конструирования роботов. Оборудование, которое использует робо-комплекс, это комплекс, построенный на свободном программном и аппаратном обеспечении. Все схемы, блоки, модели, их можно свободно скачать, открыть, но помимо этого их также можно изменить. Робо охватывает абсолютно все сферы обучения в робототехнике и информационных технологиях. С 2016 года робо-клуба начали активно внедрять свою франшизу по России и также в странах зарубежья. Что еще хочется сказать о робо? Программирование в нашем робо-клубе осуществляется в таких средах, как Arduino и Scratch. В 2008 году в рамках сотрудничества компаний Scratch и Intel команда робо участвовала в переводе интерфейса языка Scratch на русский язык, что очень способствует вовлеченности детей в обучение. Компания робо является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания робо имеет два приза от Google Rise Awards. Компания робо является авторизованным центром подготовки детей к Олимпиаде НТИ. И, соответственно, призеры этой Олимпиады получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Что мы делаем с детьми? Мы берем детей, прокачиваем их знания в естественных науках, делаем их умнее. Аудитория робо-клуба — это дети от 5 до 15 лет. Занятия в робо-клубе развивают математическое мышление, закономерности, потом дают понятие об окружающем мире. Это циклы, это время, это признаки предметов. Конечно, основы алгоритмов, потому что ни одна компьютерная программа и ни одно компьютерное приложение без алгоритма — это начальная стадия составления. Целью робо-клуба, идеей проекта робо-клуба является обучение детей в рамках свободного программного и аппаратного обеспечения. Для того, чтобы дети были больше вовлечены в процесс, конечно же, процесс проходит в игровой форме, это безусловно. Но для большей вовлеченности детей у нас есть замечательные роботы, которые встроены в прозрачный картридж, что позволяет детям рассмотреть микроэлектронику и, соответственно, разобрать этого робота, собрать его заново. Но при этом детки, учитывая, что у нас свободное программное обеспечение, которое можно, в принципе, скачать, купить, могут сделать что-то новое и изобрести что-то сами. Вот в этом, конечно, наш большой, огромный плюс. Ну и мы будем воспитывать будущих инженеров, юных инноваторов, что, так как сейчас у нас в России большинство программ и аппаратное обеспечение, это всё-таки зарубежное, то робот хочет изменить эту ситуацию и благодаря своим таким замечательным конструкторам и роботам сделать, научить детей быть инженерами, создавать что-то своё и, соответственно, конкурировать уже не только на российском рынке, но и на рынке мирового уровня. А вот вы рассказали про два направления, да? Какие-то очень интересные слова. Вообще, на самом деле, это среды программирования. То есть скретч, это больше идёт у нас для деток, да, как бы. Ардуино — это больше уже для взрослых, ну, подростков, которые в дальнейшем собираются, к примеру, поступать в какие-то технические вузы. Это, ну, очень неплохая такая платформа для, ну, мы даём неплохое образование для этого. На самом деле дисциплин у нас — это программирование, это алгоритмика, это 3D-моделирование. Да, вот недавно мы участвовали в фестивале «Колейдоскоп», приносили свой 3D-принтер. Мы печатали кошечку, всех очень заинтересовало. 3D-моделирование не просто, да, разработка модели, а, к примеру, разработка ковша для робота-манипулятора, да, чтобы он мог хватать что-то, переносить куда-то. То есть, ну, опять же, видите, для деток от 5 до 7 лет у нас не 3D-принтер, у нас 3D-ручка. Да, но это потому что, как бы, они ещё маленькие, вот, им ещё рано. Но уже дети, которые идут в первый класс, да, ну, и далее, то там уже, конечно, 3D-моделирование. Плюс схемотехника. А схемотехника без неё, конечно же, никуда при конструировании, ну, робота. Детки будут сами собирать робота, изучать основы, азы схемотехники и электротехники. А вот когда дети только приходят к вам, а с чего они начинают обучение? Как они сейчас знакомятся? Первое, конечно же, да, что мы делаем, это учим детей техники безопасности. Потому что роботы, электричество, схемы, ну, это всё-таки, как бы, такое ответственное дело. Далее мы, ну, вот с маленькими, да, детьми, я просто, к примеру, приведу, мы начинаем программировать, ну, не так прям программировать, да, вы представляете, какой-то огромный код, что мы там что-то пишем. Нет, для робо-джуниоров, то есть для джуниоров у нас есть, так и называется программное обеспечение, называется робо-джуниор. Да, мы, к примеру, берём рыбку, заставляем её, делаем сценарий, да, определённый, и заставляем эту рыбку по данному сценарию производить те или иные действия. Но это как бы для начала. В дальнейшем, конечно, мы уже больше и больше развиваем их навыки, ну, и учим, соответственно, программировать в более высоких средах. То есть они сразу с самого начала начинают работать в программе, в компьютере, да? Ну, да, потому что... Ну, они же приходят учиться всё-таки, ну, робототехнике, но помимо ещё программирования в компьютере, то есть мы даём азы схем, ну, электротехники, вот, и знакомим вот с 3D-ручками. А почему вы выбрали именно такой формат, да, насколько я знаю, что раз в неделю, да, полтора часа или час? Опять же, это как бы по большей части не наш выбор, мы являемся, ну, у нас же, по сути, франшиза, да, и нам не то, что диктует, а так рекомендовано высшие стоящие организации. И час — это только для детей, которые дошкольного возраста, а, соответственно, те, которые школьники, это полтора часа. Ну, как бы заниматься 3 часа в неделю робототехникой, мне кажется, немножко, ну, сложновато. Поэтому, поэтому, как бы, ну, вот для маленьких час, для более старших — полтора. А дети, которые к вам приходят, они могут выбрать одно направление из нескольких? У нас всё идёт в комплексе. То есть это не просто, да, кружок пришёл, там, я захотел это, я захотел то. Это больше уже идёт как именно, ну, школа робототехники. То есть у нас есть определённые дисциплины, и по этим дисциплинам мы детей в рамках учебно-методических рекомендаций, программ, мы их обучаем. Они сдают какие-то экзамены или что? Да, у нас срезы, контрольные тесты, потому что на уровне этих тестов и контрольных срезов определяется качество преподавания. То есть, ну, не просто, да, что, там, ребёнок отзанимался, непонятно, получил он эти знания, не получил. Мы проводим тестирование, и уже вышестоящие методисты, да, наблюдают за тем, что может где-то что-то подкорректировать, может, там, ну, программу упростить, либо усложнить, ну, вот в таком вот плане. А нужно ли что-то ребёнку дома, может быть, чтобы домашние задания выполнять, или всё ограничивается рамками занятий у вас в клубе? Ну, насчёт домашних заданий, я думаю, всё-таки, ну, как бы, они будут. Ну, понятно, что не будут таких прям глобальных, колоссальных заданий, как в школе, да, но, к примеру, изучить, что представляет из себя лампочка, или что находится, как работает микроволновка, ну, вот наподобие такого, скорее всего, да, я думаю, будут. Ну, вообще, почему решили в Магадане именно открывать необходимость, актуальность? Ну, смотрите, на самом деле робототехника — это такое направление, которое стремительно развивается. Вот, и, как я уже сказала, ну, на данный момент у нас, ну, мы немножко в России отстаём, да, как бы от всего этого дела, поэтому, ну, это так, если глобально брать, да, а по Магадану мы, когда, ну, прослеживали рынок, да, вот кружков, которые здесь открыты, я вот, ну, к сожалению, не нашла кружка робототехники именно в комплексе, чтобы это была и схемотехника, и электроника, и сбор схем, и программирование робота. Вот, и, ну, соответственно, на основании этого решили, подумали, решили, ну, как бы не просто подумали, мы, помимо этого, участвовали в детской, она не Олимпиада, фестиваль, по-моему, не помню, в 13-й гимназии проходила, и у нас была тема робототехника у ребёнка, и мы проводили опрос, то есть опрос по параллели третьих классов. И вот на основании этого опроса, как бы мы выяснили, что детям интересна робототехника, что они хотят её изучать, и вот как-то само собой пришло, что в Магадане, опять же, нет вот именно комплексного подхода к изучению робототехники, программирования, ну, и вот 3D-печать. К вам в клуб приходить нужно детям, если они вот решили сделать это делом жизни, или это будет полезно для всех? Я думаю, что вот это будет полезно для всех, то есть каждый найдёт для себя чуточку чего-то, что ему необходимо, потому что, опять же, технологии развиваются очень быстро, они просто, ну, врываются, да, как бы в нашу жизнь, и нашим детям с этим жить, поэтому я думаю, в принципе, привести ребёнка даже на пробные занятия, пробные занятия у нас бесплатные, мы набираем группы, да, и понять, нужно ему это или не нужно, ну, то есть в любом случае можно. Ну, вообще, вот вы проводили опрос, да, насколько это востребовано, насколько много желающих появилось к вам прийти? Ну, смотрите, на тот момент, когда мы проводили опрос, у нас было только в планах, да, открытие клуба. Мы планировали между собой, обсуждали, что же это будет, кого же, ну, конечно, изначально понимали, что это будет франшиза, вот, и очень долго выбирали, ну, Лего, да, или Роба, либо ещё что-то. И на тот момент у нас, как бы, ну, мы не давали ни рекламу, не презентовали себя. Официальная презентация, да, у нас прошла, ну, скажем, вот на фестивале «Калейдоскоп». Ну, до этого рассылались, да, по соцсетям, что мы, там, приходите, пробные занятия. Вот, сейчас после «Калейдоскопа», конечно, количество звонков увеличилось, желающих много, и мальчики, и девочки, ну, им это интересно, интересно, и я думаю, что, в принципе, это будет востребовано. Ну, давайте, может быть, покажете, что умеют ваши роботы, что, чему научатся дети. Ну, вообще, изначально начнём, что один из роботов, да, он мне очень нравится, это робоплатформа, на которую можно цеплять, ну, различные датчики, они находятся на магнитах, вот, и, соответственно, программировать эти датчики на определённые действия. Я вот, к сожалению, датчик света, вот он. Давайте сделаем вот так. А что-то, значит, вы переставляете эти магниты? Это, ну, гнездо для датчика, то есть они под номерами расположены, ну, для того, чтобы, как бы, понять датчику, как он, что ему делать, да, он должен определённым образом функционировать с программным обеспечением. Он крепится вот такое гнёздышко, где находятся такие небольшие платы, которые помогают ему это делать. Ага, это видите, как он на свет начал реагировать, не просто на ваш телефон, а ещё и на свет. Ага. Ну, то есть сейчас я что делаю? Я запрограммирую датчик на робоплатформе для того, чтобы, датчик света, да, для того, чтобы, да, он, ну, на этот датчик попадает свет, да, робот едет вперёд, то есть он, ну, грубо говоря, движется за этим светом. Ну, вот так вот он ходит за вашим телефоном, пытается его… Ну, то есть таким образом робот реагирует на свет. Также датчики можно запрограммировать движение по линии, движение в случае, к примеру, если робот едет назад, да, а при этом у него на пути есть препятствия, вот, зарабатывает датчик касания, и робот начинает двигаться вперёд. Вот, то есть всё это программируется, разрабатываются проекты различные. Вот, разрабатываются различные проекты, к примеру, движение робота по лабиринту, да, но и в дальнейшем эти проекты, хотя кажется, да, что они, ну, учебные, они детские, да, там, ну, ничего особенного нет, на самом деле большинство, да, роботов, ну, они работают примерно вот по таким же алгоритмам, да, и по таким вот программам, как будут делать детки, к примеру, тот же робот-спасатель, да, который натыкается на определённое препятствие, подаёт сигналы, либо робот, который движется, да, и, ну, распознаёт, есть ли какие-то взрывчатые вещества, ну, робот-спасатель, да, грубо говоря, ну, и роботы, которые у нас летают в космос. То есть всё начинается с простого. А вот могут ли дети, может быть, уже постарше, которые научились делать таких роботов, приспособить их как-то как-то для дома, для быта, сделать из них что-то полезное? Да, конечно, это всё можно приспособить. У нас есть проекты с, ну, на программирование умного дома, вот, с этими проектами, ну, также участвуют в олимпиадах. То есть это всё в дальнейшем, ну, как бы, можно реализовать в жизни. Та же сигнализация, вот, ну, недавно тоже с роболаборатории делала сигнализация умного дома, да, то есть тебе на телефон приходит сообщение, что у тебя в доме, там, вдруг появился шум, либо забрался грабитель. То есть всё это, ну, действительно пригодится в дальнейшем в жизни. Ну, а сколько вообще детям нужно времени, чтобы вот с нуля дойти до какого-то вот познания более-менее нужного? Ну, вообще уже начиная, вот, ну, 5-7 класс, да, грубо говоря, учебный год, когда они учатся, если ребёнку нравится, он не бросает, то здесь уже они приобретают основные азы, с помощью которых пойдут в дальнейшем, ну, дальше, да. Да, но можно учиться 3 года, можно учиться 4 года. То есть наша программа для детей, ну, более старшего возраста, она тоже, в принципе, такая очень хорошая, очень, ну, полезная, там, разрабатываются приложения, разрабатываются 3D-игры, и уже не графический, да, интерфейс языка программирования, то есть где, ну, буквами, да, грубо говоря, написано уже взрослый, да, язык, структурированный определённым образом, то, конечно, это, ну, 3 года уже, да, это детки до 15 лет, ну, возможно, и старше. Вот вы говорили про Олимпиады, они как-то могут проявлять свои умения, да, где они участвуют? Олимпиады — это робофестиваль, это Олимпиада именно вот робо, ну, и основная, конечно, это Олимпиада НТИ, научно-технологические инициативы, которая всех на устах, вот, она, ну, скажем так, самая такая, ну, глобальная. Вот, ну, и остальные Олимпиады — это IT-планета, насколько я помню. Ну, там, на самом деле, ну, как бы список такой приличный, это вот те, которые я, ну, так помню, вот местная Олимпиада — это робофестиваль, и Олимпиада более такого глобального уровня — это вот Олимпиада НТИ. — Результаты на этих Олимпиадах могут ли как-то помочь детям поступить, например, в институт? — Да, призёрам Олимпиад, соответственно, добавляются баллы при сдаче ЕГЭ. — Ну, и расскажите, где вас найти, как вам обратиться? — Вообще, конечно, нам бы очень хотелось располагаться в здании, ну, в одном из кабинетов гимназии номер 13. Но сейчас мы подали документы и, ну, в департаменте немножко затормотились, застопорились, там есть небольшие трудности, сложности со стороны департамента. А так, конечно, ну, по-хорошему, да, мы будем располагаться, скорее всего, в гимназии номер 13. Но это не значит, что мы на базе гимназии, у нас будет своё отдельное помещение для клуба робототехники. Но в случае, если что-то всё-таки пойдёт не так, мы, конечно, ну, открыты к сотрудничеству, и, ну, возможно, даже будем рассматривать, ну, либо сами обращаться, либо рассматривать предложения по расположению кружка в одном либо издании школ, ну, либо вот библиотек или центров таких вот, как молодёжный. — А страницы в Инстаграм, в социальные сети? — Да, у нас есть страница в Инстаграм, робоклуб, нижнее подчёркивание, Магадан. А также, ну, робоклуб Магадан — это города.робоклубмагадан.ру. Это страница в Интернете плюс ВКонтакте у нас. Ну, набираете робоклуб, да, соответственно, Магадан, он высвечивается. Можно найти, можно посмотреть. Мы в Инстаграм начали ввести страничку активно очень. Там всё очень интересно и здорово. Ну, и на сайте. На сайте можно записаться на пробные занятия. Там сразу нажимаете кнопочку и записаться, если это интересно. Ну, и, соответственно, ознакомься с программой обучения детей. — Екатерина, спасибо вам большое за беседу. Напомню, мы беседовали с Екатериной Коньковой, директором робоклуба «Магадан». Екатерина, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин